Арбитражный суд Края постановил передать все недостроенные дома компании Стройтехника жилищно-строительному кооперативу, куда входят дольщики фирмы Банкроты. Это значит, что все объекты, их сейчас 8, могут быть наконец-то достроены, но опять же силами самих дольщиков. И сегодня этой темой занималась моя коллега Наталья Истоимина. Наташа, здравствуй, добрый вечер. Добрый вечер. История давняя, много чего было связано с этими несчастными недостроями. Насколько я помню, сама неоднократно занималась этой темой. Все-таки финансовый вопрос всегда был одним из самых острых. Скажи мне, пожалуйста, я сегодня общалась со всеми участниками этого дела. Уже понятно, сколько дольщикам на сегодняшний день придется заплатить за достройку жилья их. Да, Яна, сумма известна. Это 8,5 тысяч рублей за квадратный метр. Именно столько должны заплатить каждый дольщик, чтобы достроить свою квартиру. Как нам сообщил сегодня председатель координационного совета по достройке домов стройтехники Геннадий Таргунаков, эта цифра абсолютно точная, выверенная, оптимальная. Дело в том, что все 10 домов стройтехники, они находятся на разном этапе строительства, какие-то уже готовы, где-то еще на уровне котлована. Но вот чтобы достроить их все, людям придется скинуться в общий котел. Ну вот такой... Ну понятно. Ну а сами-то люди готовы вообще скидываться в общий котел? Как они сами оценивают свои финансовые возможности? Потому что, ты правильно сказала, некоторые дома там еще на уровне свай пока нет ничего. Ну вот из разговора с ними я поняла, что они настроены скептически. Ну, во-первых, потому что им непонятно, откуда взялась вот эта вот сумма. 8,5 тысяч рублей за квадрат. Им говорили, что якобы ученые СФУ разработали, подсчитали все, да. Но эти сами расчеты им никто так и не показал. Ну а во-вторых, финансовый вопрос, безусловно, многих волнув. Потому что многие выплачивают ипотеку, и взять еще один кредит в банке, ну просто для них невозможно. И это очень может существенно осложнить все дело. Вот на данный момент, известно ли фирмы, которые возьмутся за достройку этих домов, поучаствуют в проекте и может быть уже намечены какие-то сроки? То есть, когда, собственно говоря, строители зайдут на площадку и приступят к работам? Ну вот, как сообщил сегодня Геннадий Таргунаков, известно, что 6 фирм примерно будут достраивать объекты стройтехники. Часть из них это те самые подрядчики, которые и должны были возводить эти дома. Это, в частности, Эконом Жилстрой, РУС-4, ну а часть это новые, например, фирма самого же Таргунакова, СИП-Стройинвест. Как нас заверили, работы на площадках начнутся уже примерно через месяц, когда все документы будут переданы в ЖСК. Так, а когда, собственно, строительство закончат? Ну вот, Корадиционный совет определил срок, это 304 месяца, чтобы достроить все дома. Хотя уже сейчас понятно, как говорят сами бизнесмены, что срок этот, скорее всего, будет увеличен, потому что придется решать вопросы с ресурсоснабжающими организациями, в частности, о подключении этих домов к воде, к теплу. Потому что те прежние мощности, которые выделялись, они уже перекинуты на рядом стоящие достроенные дома. Спасибо тебе большое, Наташа, что рассказала в общих чертах. Готовь, пожалуйста, свой сюжет. Спасибо.